Вы знаете, когда, например, человек несет пожертвования в известный монастырь, или когда человек вкладывает свои силы, например, в что-то уже прославленное, то это одна цена. А когда человек, например, прозрел, что он из этого ничего не значащего, из этого маленького, потом будет большой, и вкладывает в это маленькое, это другая цена. Так вот, Петр прозрел, открыл ему Бог, что эта маленькая Москва несчастная, которая вообще ничего не значила по сравнению со Смоленском, Дизанью, по сравнению с Киевом не равнять, с Новгородом не равнять, что с этого маленького деревянного города будет большая слава. И это должно, конечно, цениться. Я перед службой был на презентацию, на показе фильма про Афонский монастырь Духиар, что большое число людей, современных людей, молодых людей, в основном молодых людей, даже я, скажу, там пожилых даже и не видел, там молодежь, 25, 30, 40, вот они собрались, там их много было вообще, вот, они пришли посмотреть кино, которое снял один дьякон Ионинского монастыря, отец Александр, значит, про монастырь Духиар. И вот там было несколько таких важных вещей, которые, повторяю, я не думал об этом говорить, но раз у нас в гостях на молитве люди, давшие ему монашеские обеты, то я скажу об этом. Там полфильма посвящено работе, там постоянно показывают, как работают монахи, там, как они бетон месят, там, с пчелами возятся, значит, там, понятно, там, просфоры пекут, там, хлеб пекут, убирают в храме, там, поют, молятся, там, там, какой-то хирург, там, где-то, имеющий образование, там, лечит, там, монахов. Короче, они работают, но страдовечиваются. Это такая очень важная вещь, значит, что я говорю, что если бы мы работали вот в таком темпе, с такой силой, где-то они бы там вмируют, мы бы там попадали уже. То есть это нечеловеческие усилия здесь прикладываются. То есть мы же не за деньги работаем, мы работаем для Божьей Матери, для Архангела Михаила. Монастырь Духиар посвящен Архангелу Михаилу. Я говорю, что это все, конечно, выше силы и выше ума. Люди не считают, сколько там, три часа работали, или пять часов, или десять часов. Ночью, днем они постоянно в работе пропотевшие, просоленные, такие, ну, в грязных подрясниках, потом они воются и на службу, и со службы опять на работу. Потому что в миру люди все время борются за свои права, за то, чтобы меньше работать и больше получать денег. Сначала работали за шестидневную рабочую неделю, воевали там профсоюзы, за шестидневную рабочую неделю, потом за пятидневную. Сейчас уже хотя бы воюют за четырехдневную, потом за трехдневную. У каждого монаха по четыре-пять профессий, ну как. Какой-то там, понимаешь, какой-то катер там заводят, ремонтируют, там рыбу ловят, сами рыбу ловят, там. Все шьют себе сами, там эти масличные деревья там оббивают, потом давят этот масличный, значит, масли, елей. Все сами. Это такая вот важная, конечно, специально мы это сняли нам, мирянам показали, потому что мы охаем, когда мы немножко устали. И сразу хотим, чтобы нам заплатили, значит, за переработку. То есть если я выйду в негурочное время, там будьте любезны. Ну вот, права, понимаешь, у меня есть права, а у вас нет права нарушать мои права. То, что мы с вами говорили. В этом безумии, так сказать, мы живем, и вдруг нам показывают такую вещь. Потом там очень важная вещь прозвучала такая, он говорит, что мы, там есть такой кадр, когда два послушника или трудники дерутся. Прямо там, что они там трудились, там, что работали, и прям сцепились там, за грудки друг друга тормошат. И там такой момент, как у Игумии говорит, не удивляйтесь, что у нас есть грехи. И мы не молчим о своих грехах. Если бы мы прятали свои грехи, вы бы первые сказали, что мы лицемеры. Мы не молчим о своих грехах, мы признаемся о своих грехах. Мы просто люди. Мы люди, любящие Бога, надеющиеся на милость в Божьем и страшном суде. Поэтому знайте про наши грехи тоже. Не думайте, что мы какие-то боги, сошедшие на землю. Мы просто люди, и мы не лицемерим. Он говорит. И когда мы будем грешить, как бы, значит, вы немножко утешитесь. Потому что даже мы здесь, все равно, в этом огороде Божьей Матери, когда мы все равно согрешаем и ошибаемся. Это может быть даже для вас утешение, и будет знать, что мы тоже слабые. Потому что вы там, в миру, вообще не знаете, кто живете. Потому что в монастырях, как в миру, а в миру, как в аду. Это же было сказано давно еще. Как люди будут жить в конце времен? Очень просто. В монастыре, как в миру, телевизоры, магнитофоны, значит, телефоны, а в миру, как в аду. Вообще нет ни мира, ни любви, ни согласия, только блуты, значит, и всякие другие, значит, чушь всякая. А между тем там тоже прозвучало такое, что свет мирянам – инок, а свет инокам – ангел. И что миряне, что монахи, это как Достоевский писал, с ней тоже он писал, что монахи – это люди, которыми всем нужны. Он не имел в виду безбрачь, он имел в виду братскую любовь, непрестанный труд и искреннюю веру в Иисуса Христа. Таким надо всем быть. Здесь нет разницы. Вся разница между монахами и мирянами – то, что одни чад рожают, а другие чад постригают. Вот и, собственно, и все. А остальное все, в принципе, одинаково. И вот мы, значит, с вами, так сказать, совершаем свои слабые такие молитвы, ну, сколько можем, сколько можем. Молитва вообще не меряется часами, словами, она вообще меряется какими-то другими вещами. Мы можем подсократить что-нибудь такое, можем что-то добавить. Потому что мы свободные люди, мы Христу служим, мы не служим типикону, мы служим Иисусу Христу. Но мы должны соизмерять с нашими силами, с силой этих детей, этих мам, которые кормят, которые возятся. Это все надо думать, потому что одно дело молитва того, кто посвятил себя молитве, а другое дело молитва того, кто живет в этом Вавилоне. Потому что мы живем в Вавилоне. Ну, главное, что я хочу, значит, из этого все вытащить, из того, что церковь молится, даже тогда, когда мы не молимся, когда мы спим, церковь всегда молится. Когда мы грешим, церковь молится. Когда мы отчаялись, в чем-то церковь молится. То есть церковь, и когда кто-то отчаялся, а мы молимся, то он спасается нашими молитвами. То есть нужно, чтобы эта церковь Божия была как один святой организм. И тех, кто на небе, тех, кто на земле. Сегодня не забудьте Петр. Петр святой, который начал вот это все. Здесь труды свои, и дом Божьей Матери построил каменный на Москве. И предсказал всем будущим князьям, чтобы они держались за это место. Потому что так угодно Богу, что на этом месте будет слава Христова. И отсюда попадут уже эти лучи власти, лучи царства, лучи просвещения, по всей этой огромной нашей стране и земле. Христос Господь дохранит свою церковь, любимую невесту свою, и доприлагаются спасаемые церкви. Чтобы все храмы были забиты битком. Вот что мечта наша. Чтобы было тесно в каждом храме. В ковчеге у Ноя. Здесь нужно, чтобы было тесно в храмах. Чтобы было много-много молящихся народов. А иначе как? У нас каждый второй крещеный, а в церковь ходит только каждый двадцатый. Надо менять. А кому? Нам? А кому еще? Больше некому. Вам, мне, ну и всем остальным.